МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы посетим сказочную страну. В старину люди верили, что где-то за далекими горами, за дремучими лесами существует благословенная Богом страна Беловодье, где реки полны рыбы, а леса полны дичи, где люди живут не по лжи, не ведая ни вражды между собой, ни притеснений со стороны властей. Тысячи мечтателей уходили на поиски этой страны. Годами они брели, куда глаза глядят, открывая неведомые земли, основывая в Глухомане новые деревни, устраивая пасеки, кузни, рудники и промыслы. Когда они попали в западный Алтай, им показалось, что они наконец нашли долгожданное Беловодье. Реки там действительно оказались полны рыбы. Тайга полна дичи, а недра полны ценных руд. Прошли века, но природа западного Алтая и сейчас кажется туристом, охотником и рыболовом, землей обетованной. Есть в западно-алтайской тайге такие места, где природа сохранилась в таком состоянии, в каком ее застали первопроходцы. Люди здесь живут так же, как и сотни лет назад. Держат пасеки, ловят рыбу и занимаются охотничьим хозяйством. В одно из таких охотничьих хозяйств и отправляется наша экспедиция. Директор охотничьего хозяйства Беловодье Евгений Орчиков любезно пригласил нас принять участие в одном из регулярных рейдов по охране угодий. В награду мы получили возможность порыбачить на знаменитой реке Убе. Путь от города Усть-Каменогорска до центральной базы охотничьего хозяйства занял около трех часов. Два часа по трассе и один час по проселочной дороге. В тайге мы встретили энергетиков, устанавливающих опоры для линии электропередач. Оказывается, линию тянут специально на центральную базу хозяйства. Современное охотничье хозяйство должно быть электрифицировано. Работа идет быстро. За лето рабочие протянули 7 километров линии. На узком мосту образовалась небольшая пробка. Нам приходится ждать, пока рабочие погрузят трактор на борт грузовика. Ну вот, путь свободен, и мы двигаемся дальше. На базу приехали уже к вечеру. Она расположена неподалеку от берега реки Убы. Уба берет начало в тысячах мелких ручьев, в белках западного Алтая. Сливаясь в мелкие таежные речки, образуют довольно полноводную реку, в которой водятся хариусы, таймени, окуни, щука, налим и ленок. Вверху она имеет бурный горный нрав. Но по мере приближения к Артышу становится все спокойнее. Егеря нас немного расстроили сообщением, что клев резко идет на спад. Нужно было приезжать недели на три раньше. Сегодня 23 октября, но такое впечатление, что в октябре наступил Новый год. Новый год в октябре на Снегирихинском пороге на реке Убе. Вторую неделю идут сильные дожди в верховьях Убы, и поэтому река приобрела вот такой вот кофейный оттенок. Когда вода мутная, хариус ловится плохо, но тем не менее мы пытаемся порыбачить, хотя и понимаем, что шанс у нас сейчас минимальный. Но мы не поверили. Схватили удочки и пошли на берег. На собственном опыте проверять свое рыболовное счастье. Как видите, погода для рыбалки не очень удачная. Но что делать? Будем рыбачить при такой погоде, какая есть. Шел мелкий дождь, но клева не было. Наш гид Валерий Лебедев опытный рыболов, но даже у него ничего не клевало. Нам долго не везло. И вдруг вращательную блесну схватил здоровенный окунь. Грамм на 700, а немного погодя поймалась небольшая щучка. Вот ловятся вот такие вот замечательные окуньки. Погоду мы, конечно, для рыбалки выбрали не самую лучшую, но то, что мы сумели поймать одну рыбу в такую погоду, это уже достижение. Валерий посоветовал нам сменить спиннинг на поплавочную снасть. И жизнь стала налаживаться. До темноты мы успели наловить десяток плотвичек. В общем, ужин получился на славу. Жареной рыбы хватило на всех. Даже огромному сибирскому коту досталось немного. Трех друзей Евгения Орчикова, Валерия Лебедева и Владимира Машкова связывает древняя туристская дружба. В молодости они очень серьезно увлекались туризмом. Они прошли на катамаранах все сверхсложные реки Алтая, водили группы на самую высокую вершину Алтая, гору Белуха и совершали зимние лыжные автономные походы протяженностью до 400 километров. Сейчас сложно поверить, что современный горожанин может в январе пройти на лыжах 400 километров по абсолютно безлюдной тайге, неся на плечах все необходимое для месячного выживания в тайге. Но это официально зарегистрированный факт. В конце прошлого века такие лыжные супермарафоны устраивали каждую зиму. В этих удивительных походах участвовали не профессиональные охотники, а городские рабочие и инженеры. Евгений в те времена работал инженером в конструкторском бюро одного из оборонных предприятий. Отпуск был большой и он вместе с такими же экстремалами проводил их в супертяжелых экспедициях. В рыночные времена, когда закрылись все заводы, Евгений превратил туризм из хобби в профессию. В 90-х годах начали организовываться первые туристические фирмы, занимающиеся экологическим туризмом или интурохотой. И всем им нужны были опытные специалисты-экстремалы. Владимир Машков, полный тезка знаменитого российского актера, устроился на работу спасателем в МЧС, а Евгению предложили место директора охотничьего хозяйства. Евгений рассказывает, что поначалу было непросто. В 90-е годы, после развала советской системы охраны природы и становления новой, казахстанской, особенно активизировались браконьеры. Бороться с ними было трудно, зарплата у егерской службы была невысокая, поэтому на егерской работе задерживались только люди, всерьез увлеченные жизнью на природе. Самой сложной задачей оказалось сколотить из них работоспособный коллектив, способный не на словах, а на деле охранять природу. Упорство и настойчивость службы охраны хозяйства принесли закономерные плоды. Браконьеры стали стороной обходить угодья хозяйства, и численность дичи начала подниматься. На территории Беловодья обитают моралы, лоси, кабаны, косули, рыси, волки, росомахи и, конечно, медведи. Хозяйство каждый сезон получает несколько лицензий на все эти виды и проводит трофейные охоты. Иногда охотничьи экспедиции приходится организовывать в самые труднодоступные уголки тайги. Запас продуктов приходится хранить в герметичных бочках, чтобы их не испортили грызуны. Зимой в охотничьем хозяйстве ведется промысел соболя. Численность соболей из года в год может колебаться. Она зависит от урожайности рябины и других кормовых растений. Плата, поступающая от охотников, направляется на воспроизводство естественных ресурсов диких животных. Особенно много вокруг центральной базы кабанов. Их регулярно подкармливают на специальных кормушках. В среднем на одного кабана уходит около одного килограмма кормов в сутки. Это север естественного ареала кабана. Поэтому без подкормки в особо многоснежные зимы кабанам трудно выжить. Дикие свиньи тяжело приспосабливаются к условиям, где высота снежного покрова превышает 40 сантиметров. А в долине реки Убы порой выпадает больше метра снега. В такие времена судьба кабанов особенно зависит от помощи человека. План биотехнических мероприятий хозяйства предусматривает закупку 40 тонн кормов. То есть современное ведение охотничьего хозяйства весьма затратная деятельность. И только поддержка государства помогает многим хозяйствам удержаться на плаву. Также беловодья славится охотой на такую дичь, как рябчик, тетерев и глухарь. Каждую весну в богатую травами долину Убы на летние пастбища из горного Алтая приходят лоси, моралы и косули. А каждую осень они мигрируют обратно. Но часть животных остается зимовать в пойме реки. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня служба охраны хозяйства отправляется в рейд вверх по реке Убе и в лодках нашлось пару мест для нас. Река Убат встретила нас неласково. Погода как по доказу но очень красиво. К сожалению, погода нас не баловала. Мелкий дождик превратился в мокрый снег. Усилился штормовой ветер. Две лодки с инспекторами поднимаются вверх по Убе. Берега покрыты густыми таежными лесами. Пихта, лиственница, ель, береза, осина, чернотал. Вдали берега есть много старец и небольших таежных озер, которые облюбовали бобры. В последнее время в связи с сокращением спроса и падением цены на пушнину промысел бобров почти не ведется. И эти забавные зверьки, ежегодно увеличиваясь в числе, заселяют все пригодные водоемы. Они строят плотины, создавая искусственные водохранилища. Иногда строительная активность бобров наносит некоторый ущерб охотничьему хозяйству. Например, затапливаются подъездные дороги. Мы протаскиваем наши лодки к одному из озер, образовавшемуся в результате деятельности бобров. В последнее время численность бобров восточно-казахстанской возросла и на них открыта охота. Сейчас вот мы попробуем охотиться на бобра. Зверьки валят большие деревья. Интересно, как они рассчитывают, в какую сторону упадет дерево. По берегу бежит лосиха с сигалетным теленком. Излюбленные места обитания лосей это смешанные леса вдоль берегов реки. Они очень любят молодые побеги ивы, березы и осины. Река судоходная только до Карагужихинских порогов. В нескольких километрах от деревни Карагужихи есть каскад сложных порогов, преодолевать которые решаются только опытные спортсмены-водники. Но мы не собираемся преодолевать опасные пороги. На берегу мы разводим костер, кипятим чай. Что-то он закачался. Закипел уже. Да. Зато теперь трудно траву сжечь после дождя. Да. Спокойно. К сожалению, мы выбрали не лучший сезон для путешествия по Убе. Но это всего лишь разведка. Весной мы обязательно приедем сюда, чтобы принять участие в весеннем плановом учете охотничьих животных. А сейчас нам пора возвращаться на центральную базу.